Норвитянин Артур Крылов, известный на ютубе как Арча Моррис, имеет высшее педагогическое образование. Работал и официантом, и оператором в карусели, и учителем английского языка. Но по-настоящему Артур смог найти себя в спорте, тренируя свое тело с ранних лет. Имея опыт и знания, он начал свой ютуб-канал как фитнес-блогер, рассказывая про то, как можно накачаться. Мотивировал людей на здоровый образ жизни, рассказывая про свой опыт. И также не забывал про развлекательный контент. Со временем аудитория росла, появлялись первые деньги за просмотры и рекламные предложения. И спустя уже более 7 лет ведения канала, Артур имеет более 750 тысяч подписчиков со всего мира. Став влиятельным лицом в мире фитнеса. Сейчас у него есть свой план тренировок, платные консультации и плотный график работы, которые позволяют Артуру оставаться независимым и работать на самого себя. Вдохновляя и помогая молодым ребятам сделать первые шаги в мир спорта. Я в школе очень худым был, прям максимально. Я и сейчас очень тонкокосный такой, но в школе я вообще был просто палкой. Пришел первый раз в зал, как раз в спорт-холл. Мы с физруком ходили. Меня просто задавило штангой 30 килограмм. Я сорвал плечо и думаю, не, на год отлетел вообще, заниматься не мог, потому что плечо болело. И потом вернулся в зал и думаю, надо накачать банки, теперь они вот такие. Все очень просто началось на самом деле. Работы-то у нас в Нарве нет, как всегда. Очень сложно найти работу. Я начал работать в Эрифлейм. Типа они сказали, чтобы лучше продавать продукцию и так далее, снимайте видео на YouTube, типа это будет раскручивать. Вот я начал снимать, короче, видос, как я прихожу к соседям своим домой и предлагаю им продукцию. Но это ничего не заходило, конечно же. Но это вот подтолкнуло меня, чтобы начать снимать видосы спортивного характера, потому что я 16 лет, нет, на тот момент, наверное, лет 10 уже занимался спортом, фитнесом. И это подтолкнуло меня снять первое видео, типа, про вот типы телосложения, про худых парней, там, кто хорошо набирает массу и так далее. И оно залетело за первую неделю на 25 тысяч, это видео. Я думаю, нифига себе, это золотая жила. И все, и понеслось. И теперь на канале 770, там, с чем-то тысяч. Я вообще начал снимать, у меня была палка из подшвабры. Я на нее просто наматывал телефон скотчем и снимал вот так, вставлял. У меня ни оператора, никого не было. Я просто ходил на буркаут-площадку на Ореховке у нас и снимал вот видосы, просто вставлял в землю и договорил на камеру. Очень плохо первое время получалось. Но с практикой, конечно, речь настраивается, дикции улучшаются и все такое. Все приходит с опытом. Знакомые там всякие, взрослые, мамины там друзья, подруги всякие говорили, что ты делаешь, иди вам лучше на завод, впахивай. А я уже тогда зарабатывал 400 евро для меня. Я такой, да какой зовут, я 400 евро тут снимаю видосики. Они такие, что, как это возможно? Ну и доход рос, 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 рос. И как бы вот. И я стал арфемерсом. Ну у меня же тиктук, инстаграм, ютуб. Ну конечно, ну да. Ну там же много заработков. То есть это сайт с программами тренировок, это интеграция на ютубе, это просто монетизация с ютуба, это интеграция в инстаграме, это просто, ну там, ну понял, да, очень много рекламы и всего. Можно на чем угодно зарабатывать. Это марафоны спортивные проводишь, люди участвуют в них, платят тебе. Ну вот такая тема. Самое крутое в этом деле, это то, что ты свободен. Ты можешь, ну вот проснуться, когда угодно, лечь спать, когда угодно. Ты ни от кого не зависишь, твой доход зависит только от тебя. Чем ты больше работаешь, тем больше получаешь. То есть нет никакого дяди, который тебя контролирует, и там с палкой стоит, такой добрый, работает. Ты делаешь то, что хочешь абсолютно во всем. И я считаю, что вообще фитнес-блогеры несут огромную пользу, потому что мы подаем пример людям, это во-первых. Во-вторых, естественно, это мотивация. То есть молодые парни, там, девушки тоже, ну больше парней, конечно, там 96%, наверное, аудитория это парни, они мотивируются, тоже идут в зал, начинают заниматься, ухаживать за своим телом, следить и так далее. Вот. Мне кажется, это основа такая, самая глобальная, что можно сделать для фитнес-блогера. Потому что фитнес-блогер это в первую очередь мотиватор. То есть у нас все нацелено на здоровый образ жизни, чтобы подростки, там, взрослые тоже не курили, не пили, занимались спортом, вели здоровый образ жизни. У нас нет такого, чтобы мы куда-то в негатив уходили, типа говорили, курить можно, но и спортом заниматься нет. У нас все прям максимально по ЗОЖу. И это касается всех фитнес-блогеров, то есть мы максимально топим за ЗОЖ, то есть мотивируем людей быть здоровыми, красивыми. В Нарве довольно-таки сложно с этим, потому что приходишь на воркаут-площадки, я ж, ну, основная моя деятельность, это стритлифтинг, воркаут, да, турнички, брусья, вот это. Я в зал так относительно редко хожу. Вот. И приходишь на площадки, смотришь, и там практически никого нет. Ну, может, один дедушка какой-то там занимается физкультурой. Ты думаешь, ну, красава, конечно. В России с этим дела обстоят получше, потому что, условно, там в Москве площадки большие, очень много людей. Вот это круто. Там прям развит спорт. У нас нет. Вот. Приобщиться, я не знаю, это должна быть внутренняя мотивация. То есть человек должен понимать, что он выглядит плохо, либо он жирный, либо худой, ему нужно похудеть, либо набрать массу. И он сам должен действовать. Должен быть внутренний огонь. Если его нет, то ничего не поможет. Даже мотивация от блогеров зачастую не помогает, если внутреннего огонька своего нет. Но у меня единственный план всегда был и есть, и будет, я думаю, это быть независимым, зарабатывать и работать только на себя и развивать свои источники заработка, каналы и так далее. То есть это, мне кажется, самое важное. Субтитры создавал DimaTorzok